Здравствуйте, меня зовут Анастасия, я из Музея Занимательных Наук «Фокус». Сегодня мы приготовили для вас необычную программу, которую, к сожалению, в домашних условиях воспроизвести практически невозможно. Мы приготовили специальное оборудование, но вместе с тем наше с вами шоу будет очень интересным. Шоу называется «Программа экспериментов. Вакуум». Итак, как вы уже догадались, мы будем иметь дело с вакуумом. Что же такое вакуум? Это от латинского в переводе «пустой». То есть это вещество, в котором находится очень маленькое количество газов. И эти газы достаточно разреженные, то есть молекулы между ними находятся на большом расстоянии, где мы с вами можем встретить эффект вакуума. Ну, если говорить про Землю, можно встретить, например, в лампочке, обыкновенной лампочке накаливания. Там встречается не совсем идеальный вакуум. Он нужен для того, чтобы сберечь саму нить накаливания, которое от химических воздействий может испортиться. Где еще мы с вами можем встретить вакуум? Давайте подумаем. Ну, например, можем встретить его в космосе. В космосе вакуум считается практически идеальным. Конечно, нельзя сказать, что в нем совсем нет никаких газов. Там есть некоторые молекулы водорода, но их очень мало на один кубический сантиметр. И они достаточно далеко располагаются друг от друга. Что ж, мне бы очень хотелось сегодня попробовать повторить фокусы и различные эксперименты на Земле. Какими бы они могли быть в космосе? Давайте сегодня немножко пофантазируем, представим, что мы с вами космонавты, что мы отправляемся в межгалактическое путешествие и берем с собой различные предметы для того, чтобы проводить различные эксперименты. Итак, что мы с вами обязательно возьмем? Я думаю, что любой, конечно же, космонавт возьмет с собой в космос воду, ведь нашему организму необходимо пить. И вот представим, что мы взяли с собой в космос бутылочку с водой, всю воду выбили и у нас осталась вот эта бутылка. Ну, конечно же, мы ее пустим в дело. Давайте попробуем с ней что-нибудь сделать, какой-нибудь эксперимент с ней придумать. У меня есть специальная вот такая крышечка с насадкой. Я ее прикручиваю к бутылке и параллельно с этим знакомлю вас с нашей аппаратурой. Сейчас я приступлю к первому нашему эксперименту. Мне понадобится вот такой серьезный вакуумный насос. Итак, от него идет много разных ответвлений. Нам нужно соединить нужные между собой и произвести задуманные. Я бы хотела попробовать выкачать все газы из этой бутылки и создать внутри вакуум. То есть создать атмосферу открытого космоса прямо внутри этой бутылки. Давайте попробуем, подумаем, получится у нас или не получится. Итак, открываем нужные вензели, которые мне нужны. И, внимание, нажимаем на кнопку, включая наш вакуумный насос. Так, интересно вышло. Получается, что мы откачали абсолютно все содержимое бутылки. Пытались добиться вакуума. Ну, наверное, добились. Но, честно говоря, наверное, с этой бутылкой я особо мы больше ничего не сделаем. Я бы хотела немножко другой, наверное, эффект. Для этого мы подготовили... Сейчас я сниму ее. Для этого мы подготовили другую камеру. Не такую бутылку с достаточно слабыми стенками, а другую емкость с очень сильными, очень прочными стеклянными стенками. Это называется вакуумная камера. Она нам подойдет для наших будущих экспериментов. У нее есть прорезиненное дно, есть специальное отверстие, через которое происходит откачка газа и воздуха. И вот такая вот очень прочная полба. Эта полба намного прочнее, чем обычный стеклянный стакан, ваза или бутылка. Я думаю, что она все наши эксперименты сегодня выдержит. Будем продолжать именно на ней. Итак, давайте вернемся к нашему вопросу, что мы, как космонавты, можем взять с собой в космос. Давайте подумаем. Ну, космос — это такое пространство, в нем, конечно, психологически тяжело себя ощущать. И я думаю, что каждому космонавту, конечно, необходимо взять с собой в космос такую прелестную игрушку, современную, как лизун. Я думаю, вы со мной согласитесь. В космосе, ну, просто незаменимая вещь. Итак, давайте посмотрим, как же этот лизун поведет себя в космическом пространстве. Пока я его рассматриваю и помещаю в наш стакан, размышляйте, как он может себя повести, какая реакция сейчас может произойти в нашей вакуумной полбе. Я думаю, что вы уже сделали свои предположения, кто-то выдвинул гипотезы. Итак, давайте же мы с вами посмотрим. Можно даже немного увеличить нашу картинку и направить камеру прямо на стакан с лизуном. Что же с ним происходит? Давайте внимательно смотреть. Во-первых, он увеличивается в размере значительно, и даже, честно говоря, куда-то убегает. Давайте остановим этот процесс. Смотрите, если я захочу снять колку, у меня не получится. Внутри образовался вакуум. То есть мы откачали все газы, все молекулы практически. Это не идеальный вакуум, но, можно сказать, близко. И наш лизун, можно сказать, вскипел. Почему так произошло? Давайте попробуем его открыть и потрогать. Слышали звук? Снова камера наполнилась воздухом. Снимаем колбу. И лизун почему-то осел. Нет уже вот такого пушистого и объемного эффекта, который мы видели до этого. Почему же так произошло? Сейчас я его постараюсь собрать со стенок и вам все объяснить. Вообще лизун наполнен маленькими-маленькими пузыречками с воздухом. Вот даже если посмотреть, как я его разминаю в руках, очень много маленьких пузырей. И когда внутри колбы образовывается низкое давление, эти пузыри начинают раздуваться. А как только мы спускаем это давление и пускаем воздух в камеру, то пузыри все лопаются и снова наш лизун возвращается в свое естественное состояние. Ну хорошо, с лизуном мы все поняли. Отлично. Что еще мы можем с собой взять в космос, что бы нам захотелось, например? Ну я думаю, что каждый космонавт в перерывах между полетами хотел бы, конечно же, попить чаю в космосе. Правильно? У меня на таком случае припасен вот такой пермос с теплой водой. Давайте попробуем провести эксперимент с водой. Я наливаю теплую воду, не горячую. Я думаю, что тут градусов примерно 36-37. И помещаю в нашу камеру. Итак, если давление понижается, то, соответственно, что-то должно измениться. Делайте свои гипотезы. Думайте, что может произойти. Я уже знаю, вам ничего не скажу. Итак, поехали. Я надеюсь, всем видно, что вода внутри колбы закипела. Так, я спешу спускать давление. Я так понимаю, что мы нагрели воду до состояния очень-очень горячего кипятка. И мы теперь можем заварить, наконец-то, чай. Я смеюсь опустить туда палец. И, на удивление, температура осталась ровно такой же. Как мы поставили стакан с водой 37 градусов, такой же мы достали. Но почему же тогда вода закипела? Многие знают, что при низком давлении температура кипения достаточно сильно снижается. И если, например, на высокогорье, предположим, люди собираются сварить суп, или сварить чай, или сварить картошку, у них с трудом это получается сделать, так как вода кипит, но температура не достигает 100 градусов. Вот такой интересный обманный эффект. Сейчас мы уберем всю лишнюю плаву, которая нам помешает в следующих экспериментах. Тут даже образовалась вот такая спарина. Так, мы все с вами почистили, протерли и готовы к роднейшим приключениям. Ну, чаю не удалось попить. Можно попробовать чем-то полакомиться, хоть поесть, так сказать. На этот случай у меня припасены вот такие маленькие маршмеллоу. То есть, ну, просто говоря, сефирки. Интересно, что с ними может произойти? Я надеюсь, ничего не закипит. Так, ну что, мы положили наш образец в стакан. Погрузили в нашу вакуумную камеру. А я напоминаю, что тяну время для того, чтобы вы подумали, что случится с этой маршмеллоу, как она себя поведет. Давайте делать предположение. Попрошу крупным планом показать вакуумную камеру. И, внимание, я включаю вакуумный насос. Смотрите, получается, что наше маршмеллоу значительно увеличилось в размерах. Правильно? Я же все правильно вижу. Интересно. То есть, это эффект похожий на то, что мы уже наблюдали, например, с лизуном. Почему же так произошло? Я думаю, что вы помните мой рассказ о лизуне. И здесь примерно такой же эффект. Внутри находятся маленькие пузыри, которые при пониженной температуре начинают очень сильно раздуваться. Помните, что случилось с лизуном, когда мы достали его из вакуумной камеры? Вспоминайте. Итак, открывая камеру, я замечаю, что моя маршмеллоу, которой я так хотела полакомиться в космосе, стала еще меньше, чем была до этого. И, честно говоря, вот по моим субъективным ощущениям, она даже стала еще суше. Как-то менее аппетитно я бы ее вот так охарактеризовала. Почему же она немножко высохла? Все потому, что, когда лопаются маленькие пузырьки, вместе с тем еще и уходит влага с поверхности предметов. Давайте мы попробуем ее снова засунуть, поместить в нашу вакуумную камеру и еще раз увеличить. Посмотрим, сможем ли мы повторно увеличить ее размер. Итак, приступаем. Маршмеллоу заметно не увеличивается. Почему так происходит? Скорее всего, большинство тех воздушных пузырей, находящихся внутри, уже лопнули и уже нечему наполняться воздухом. Но немного я все-таки могу заметить, что немного она стала больше. Если мы отключаем вакуумную камеру и снова опускаем, можем взглянуть, она стала еще немножко суше. Вообще, такой эффект с высушиванием предметов людьми часто используется. Например, когда сушатся фрукты или сушится древесина. А еще известно, что в вакууме даже испаряется металл с поверхности спутников. Представляете себе? Не то чтобы влага с наших маршмеллоу, так еще и металл испаряется. Так, хорошо. Точнее, плохо. Потому что мы не поели ни чай, не поели ни зефира. Ну ладно, что же делать? Давайте попробуем провести эксперимент вот с такой замечательной, красивой Кока-Колой. Я так предполагаю, в ней будет очень много газов. Посмотрим, какой приятный звук. Как она себя поведет в вакуумной камере. Итак, наливаем газировку. Накрываем стеклянным колпаком. Соединяем все, что нам необходимо соединить. И включаем. Посмотрите, она намного быстрее начала закипать, то есть бурлит на самом деле. Какое огромное количество пузырей вы можете заметить. Верно? Очень красиво выглядит. Давайте мы с вами еще раз включим. И поскольку нам кажется внешне, что происходит процесс кипения, возможно, складывается впечатление, что если мы притронемся к этой жидкости, будет довольно-таки горячо. Но я напоминаю, что температура вовсе не меняется. Интересно было бы попробовать. Как будто неделю постояла в открытом виде. Вот такая она вкуса. Итак, что у нас с вами дальше? Давайте посмотрим вокруг, что я для вас еще приготовила. Конечно же, космонавту в космосе необходим такой предмет, как будильник. Как вы знаете, в космосе темно. А как же мы с вами поймем, когда нам вставать, если мы не различаем ни ночь, ни утро? Естественно, нам понадобится будильник. И как раз-таки вот этот звонок чудесным образом помещается полностью в нашу вакуумную камеру. Ну, конечно же, мы его туда будем помещать. Давайте сначала послушаем его звонок в обыкновенном пространстве, чтобы оценить силу звука. Очень слабо. Надо поправить батарейки. Напоминает школьный звонок. Ну, хорошо, давайте проверим, будет ли так же распространяться звук внутри нашей вакуумной камеры, точно так же, как снаружи. Итак, мы включаем звонок. Что-то у меня кряхтит, тратит. Накрываем колбой. Несмотря на то, что я уже накрыла и звук немножечко приглушился, все равно я его слышу. Я надеюсь, что вы тоже его слышите. Давайте теперь попробуем откричать весь воздух из камеры. Поскольку сейчас очень громко гремит, жужжит наш вакуумный насос, и я говорю громко, нам не слышно самого звонка. Но мы потом, позже, поймем на контрасте, все-таки, удалось ли нам задушить его. Давайте немножечко подождем, пока весь воздух уйдет из камеры. И прислушаемся. Лично я слышу легкое жужжание, которое вибрации передается по столу. Но, как такового звона, я не слышу. Давайте теперь попробуем выпустить, впустить, точнее, воздух в камеру, и услышим разницу. Я слышу, как он стал звенеть. То есть, если до этого было лишь короктение, то сейчас вот. Давайте разберемся в этом процессе, почему так произошло. Естественно, мы знаем, что звук передается от молекулы к молекуле. То есть, это волнообразное движение по молекулам вещества. А если мы из камеры нашей вакуумной откачали все газы, и там очень маленькое, критически маленькое количество молекул, то они передают звук тоже очень слабо. И поэтому мы слышим его достаточно глухо, как будто бы где-то в отдалении. Ну, хорошо, со звонком мы разобрались. Вернем нашу камеру на место. И я подготовила для вас вот такие интересные приспособления. Они называются Магдебургские полушария, изобретены немецким ученым и сделаны как раз таки специально под наш вакуумный насос. Как они работают? Сейчас, одну секунду, мы разложим нашу оборудование. Эти полушария сделаны из двух частей, соединенных, точнее, на одном из этих частей находится прорезиненная полоска. И они состыковываются друг с другом вместе, образовывая один единый элемент. Вот такой шар. На одном из частей находится веревочка. Позже узнаем, зачем она нужна. Вы можете видеть, что эти две части сходятся и сходятся совершенно без какого-либо труда. Давайте попробуем откачать воздух из пространства между этими двумя частями. Смотрим, что получится. Мне нужно одной рукой держать два полушария, так, чтобы они состыковывались вместе очень ровно. двумя 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 кропотливая работа. Все, я держу крепко, включаю воздуш. Я сразу с первой же секунды почувствовала, как они сжались друг в друга. Я думаю, что даже много не нужно времени уделять для того, чтобы отключать воздух из такого маленького пространства. Итак, давайте попробуем их разорвать. Не то, чтобы я славлюсь какой-то нереальной силой, может, наверное, две штучки могу разорвать? Или не могу? Получается, что не могу. Внутри образовывается очень, очень низкое давление, а вокруг находится достаточно адекватное и нормальное для нас атмосферное давление для уровня моря. И из-за того, что вокруг нормальное атмосферное давление, а внутри низкое, то нормально оказывает давление на вот эту конструкцию и сжимает две части вместе. Как же нам их разорвать? Нам даже их не покрутить никак. Все, что мы можем сделать, это запустить внутрь воздух. И тогда естественным образом две эти половинки друг от друга отстают. Так, хорошо, что мы с вами еще не успели попробовать? С чем же должен обязательно полететь в космос наш космонавт? Я бы хотела вам показать такое интересное приспособление. Может быть даже космонавт не возьмет с собой в полет вот такую трубу, но на Земле она у нас есть, мы можем с ней немножко побаловаться, провести некоторые эксперименты. Внутри этой трубы, если приблизить камеру и посмотреть, находится вот такая маленькая, такой маленький листок, бумажный листок. Смотрите внимательно, я переворачиваю нашу стеклянную трубу, листок застрял, надо его немножко растрясти, и листок падает, как будто бы спотыкаясь все время обо что-то. Давайте снова посмотрим этот эффект. Подвесли, листочек падает и спотыкается обо что-то. Нам понятно обо что. Внутри этой трубы находится воздух, находятся другие газы. Как же нам сделать так, чтобы этот листок падал совершенно без каких-либо преград? Конечно, нам нужно отключать полностью воздух. Соединяем нашу трубу с насосом, спускаем листок и включаем насос. Как вы думаете достаточно? Я думаю, что уже достаточно. Выключаем трубу. есть специальный клапан, который позволяет мне перекрыть эту трубу, отсоединив ее от насоса. Итак, как поведет себя листок в условиях полного вакуума? Представим, что он в космосе. Посмотрите, как он быстро упал. Я даже не уверена, что вы заметили. Я несколько раз его переверну, как будто ему совершенно ничего не мешает. оно так и есть. А теперь давайте посмотрим на контрасте. Запустим воздух обратно в эту полку. Наш листок даже немножко как будто испугался, встрепенулся. И снова он продолжает падать с тем же самым эффектом спотыкания, как и до этого. Замечательно! Итак, у нас с вами остается наш последний эксперимент. Я бы хотела еще раз напомнить, что мы с собой берем различные вещи в космос. И по моему мнению в космосе конечно же людям не хватает немножко радости, праздника и веселья. Поэтому я подготовила такие маленькие цветные шарики. Давайте посмотрим, как же себя поведут эти шарики внутри вакуумной камеры. Мы должны их расположить внутри, так, чтобы они не закрыли отверстие, через которое происходит отсасывание воздуха. Так, поместили. Все вместе скрепили. Как видите, тут достаточно сложная конструкция. Есть очень много разных шлангов. Итак, как вы думаете, что произойдет с этими шариками? У нас с вами уже достаточно богатый опыт. Мы уже увидели, как ведет себя лизун. Мы уже увидели, как ведет себя маршмеллоу. То есть воздушные предметы нам известны. Давайте сделаем предположение и выдвинем гипотезу. Что же мы можем с вами увидеть? Вы это сделаете про себя, а я сохраню эту тайну до тех пор, пока не включу наш насос вакуумный. Итак, поехали. Кто бы мог подумать, конечно же, наши шарики начинают расширяться. И опять, почему это происходит? Внутри шарика есть определенное давление, и оно выше в данном случае, чем давление атмосферное вокруг шарика. И если внутри шарика оно больше, соответственно, шарик расширяется. А если мы снова сделаем давление нормальным, меньше, то, естественно, шарик начнет уменьшаться. Он не стал меньше, чем был прежде, однако, большим его сделать нам не удалось. Давайте снова соединим и посмотрим, все-таки есть ли у нас какой-то предел, какой-то потолок, до которого можно надуть этот шарик. Давайте посмотрим. что-то мне уже страшно продолжать. Но они практически все пространство заполнили. Посмотрите, у нас получился такой, можно сказать, цветной радужный салют. Мне очень хорошо видно. Я надеюсь, что вам тоже все шарики лопнули и отдали себя, так скажем, во благо науки, пожертвовали себя ради этого эксперимента. Ну, давайте камеру откроем. Внимательно смотрите на нее. Эффект конфетти мы тоже с вами пронаблюдали. Почему шарики лопнули? Потому что давление вокруг них оказалось настолько низким, что расширяться было самому шарику уже некуда, стенки его не выдержали. Может быть, если бы материал был более прочный, он бы надувался до конца, но мы видим, что шарики были достаточно прозрачные и тоненькие. Итак, на этом наша с вами программа экспериментов окончена. Я надеюсь, что вы все-таки узнали что-то интересное, что-то больше, чем вы знали до этого. Возможно, у вас появился какой-то свой собственный любимый эксперимент, и мы надеемся с вами увидеться еще когда-нибудь в Музее Занимательных Наук Фокус. Всем пока!